Тебе нужно немедленно убираться из этой квартиры. Там небезопасно. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня, как и каждое воскресенье, я подобрала для вас интересные страшные истории из реальной жизни. А если вы хотите поделиться своей историей, то, пожалуйста, пишите мне её в комментариях под этим видео мне в директе инстаграма, либо хоть мне в телеграм-канале. Я всегда все ваши комментарии и истории читаю и стараюсь на них отвечать. Быстренько напоминаю, что все истории я всегда рассказываю от первого лица, даже если они произошли не со мной. И очень часто эта история не из моей личной жизни. Давайте же приступим к истории. Оглядываясь сейчас назад, можно, в принципе, с самого начала сказать, что что-то странное происходило. Я впервые в своей жизни снимала квартиру самостоятельно. Раньше я жила с родителями и с парнем потом. В этот же раз я снимала квартиру только для себя одной. И с самого начала было немного странно то, как вёл себя хозяин квартиры. Он будто бы и не очень хотел, чтобы я туда заезжала. Дело в том, что арендная плата за квартиру была ничтожно, просто смехотворно, низкой для этого района. Сама квартира при этом, казалось, находилась в идеальном состоянии. А весь процесс от осмотра до переезда в эту квартиру занял всего около недели. По рассказам моих друзей и знакомых, а также по личному опыту, такие процессы всегда занимают гораздо дольше времени и происходят менее гладко. Ну, так сказать, ничего подобного без подвоха не бывает. Квартира номер 311 поначалу была идеальным местом проживания. В ней было две спальни и одна ванная комната, но поскольку я жила одна, то одну спальню я решила превратить в свой личный рабочий кабинет. В этой комнате на стенах висело несколько картин, поэтому у меня не было какого-то мерзкого ощущения лиминальности от пустой комнаты. Знаете, иногда, когда только заезжаешь в пустую квартиру, есть такое отталкивающее ощущение пустоты на стенах. Когда создается даже эхо. Вот этого не было, нет. Квартира казалась довольно живой. И единственным недостатком, которое я заметила в первое время, это было то, что в гостиной появился странный запах. Точнее, как. Появлялся он там время от времени. Не то, чтобы это было чем-то постоянным и раздражающим, но иногда можно было заметить, почувствовать слабый запах задхлости. Я прожила в этой квартире где-то пару недель, прежде чем заметила, что это действительно из ряда вон. Все началось с довольно простых вещей. Мои различные безделушки, маленькие предметы, коллекционные вещи, которые я поставила на полке, вдруг иногда оказывались не на своих местах. На кухне иногда пропадали снеки и другие предметы. В общем, все в таком духе. Один или даже два раза я заметила, что холодильник был оставлен открытым. И все это происходило тогда, когда я спала. Иногда мне казалось, что я начинаю сходить с ума. Не может же быть, что кто-то вломился в мою квартиру, чтобы украсть, условно говоря, пару конфет и переставить мои свечки. Или украсть какую-то абсолютно бесценную и бесполезную ерунду. Входная дверь всегда была заперта. Когда я ложилась спать, и даже если у кого-то гипотетически был ключ, я всегда проверяла, заперта ли дверь. Иногда даже по несколько раз вечером. Я подумывала даже о том, чтобы установить камеры слежения. Но потом узнала цену подобной установки и передумала. Несмотря на то, что цена за квартиру была довольно низкой, но мне также надо было платить за коммуналку. Поэтому я не могла себе позволить установить полноценную систему безопасности у себя дома. Я попыталась выбросить это из головы. Предположив, что, возможно, я просто хожу во сне или встаю, когда сплю. Возможно, я даже в этом состоянии некого лунатизма кушаю по ночам. Встаю перекусить в полночь. А на утро уже и забываю об этом. Если честно, я никогда не отличалась хорошим крепким сном. Меня часто мучили ночные кошмары и другие расстройства, которые, естественно, только усугублялись, когда я находилась в незнакомой мне обстановке. Как и в случае с этой квартирой. Из всех проблем со сном, с которыми я сталкивалась, самый неприятный, безусловно, являлся сонный паралич. Это случалось довольно редко, может быть, раз в 2-3 месяца. Но после переезда в эту квартиру это стало чуть ли не еженедельным явлением. Сейчас, как правило, у меня очень редко случается сонный паралич, а если и бывает, то он довольно слабый и проходит нормально. Обычно это выглядит примерно так. Я открываю глаза и не могу пошевелиться. Мне также трудно дышать. Иногда мне кажется, что в комнате присутствует кто-то еще. Но до переезда в эту квартиру я никогда не испытывала никаких галлюцинаций. Будь то визуальных или каких-либо других. Я никогда не видела призраков, ведьм, монстров, ничего подобного. Или каких-либо других существ, когда была, собственно, парализована в сонном параличе. Я лишь испытывала иногда какое-то ощущение ужаса и страха. Ну и, конечно же, полного паралича тела. Что само по себе неприятное ощущение. Все изменилось примерно в то же время, когда я заметила пропажи еды. И то, что некоторые вещи явно лежат не на своих местах. Как обычно, было ощущение, что я проснулась. Но пошевелить ни одной из мышц своего тела я не могла. Было трудно дышать. И меня не покидало чувство, что я здесь, в комнате, не одна. Я пыталась успокоить себя. Напоминала себе, что не раз проходила через подобное. И все всегда заканчивалось хорошо. Но в этот раз, в тот первый раз, я почувствовала, что-то было не так, по-другому. Тогда я заметила, что дверь в мою спальню медленно открывается сантиметр за сантиметром. Я услышала скрип дверных петель. Когда она полностью распахнулась, кто-то или что-то заходило в мою комнату. Сначала он оглянулся. Тусклые глаза отражали свет луны из окна моей комнаты. Мужчина. Он был лысым, с бледной, шелушащейся кожей. Я хотела закричать, когда увидела его лицо. Но я все еще была пленницей своего тела. И пошевелиться или издать какой-либо звук я не могла. На лице мужчины была странная улыбка. Будто бы его заставляют улыбаться. Было видно обломанные желтые зубы, которые скрежут друг от друга. Я с ужасом наблюдала, как этот мужчина заходит в мою комнату. Он заходил, будто бы на цыпочках. Подкрадывался. Знаете, как обычно рисуют в мультфильмах. Мужчина был совершенно истощен. Одна кожа до кости. А еще он везде был покрыт язвами и какими-то ранами. Он был совершенно грязным и измазанным в чем-то. Боюсь представить, что именно это было за грязь. Я могла только смотреть, как он приближался ко мне. А приближался он мучительно медленно. Пока я не почувствовала его дыхание прямо рядом с собой. Оно пахло тем самым затхлым запахом, который я иногда чувствовала в своей гостиной. Я даже ни разу не видела, чтобы его выражение лица как-то изменилось. Оно будто бы застыло в этой странной роже. Он даже не моргнул, глядя на меня. И я почему-то чувствовала какую-то неприязнь и ненависть, которая шла от него прямо каким-то жаром. Он просто стоял и смотрел на меня. Мне казалось, что это длилось часами. В конце концов, я смогла повернуться, а он ушел из комнаты. Тоже очень медленно и аккуратно закрыл за собой дверь. Через несколько минут я уже полноценно смогла двигаться. Паралич прошел, и мое тело начало просыпаться. В тот день мне даже пришлось взять о больничной на работе. Весь этот пережитый ужас явно оставил на мне след. Это было для меня настолько большим шоком, что я не могла даже представить, идти и делать какую-то работу. Утром я потратила добрый час, много раз проверяя каждую комнату. Я хотела убедиться, что я полностью одна. Если честно, я даже не знаю, что именно я искала или думала найти. Я смотрела в шкафу, под раковинами, под кроватями. В своем кабинете возвращалась в свою комнату, в гостиной, вновь в ванной. Я осматривала всю квартиру, с ног до головы, вновь и вновь. Мне казалось, что в любом из этих мест мог кто-то прятаться. Когда я ничего не нашла, мне удалось убедить себя, что это все действительно были галлюцинации, и я в полной безопасности. Просто, видимо, на фоне стресса мой сонный паралич дошел до такого. Но, к моему превеликому сожалению, история на этом не заканчивается. И я даже не уверена, что сонный паралич как-то с этим связан. Некоторое время все продолжалось в том же духе. Разные предметы по-прежнему рандомно пропадали, либо оказывались в совсем несвойственных для них местах. Запах в гостиной все так же частенько был затхлым, как и раньше. И примерно каждую неделю у меня случался сонный паралич. Только вот теперь, каждый раз, когда это происходило, мне приходилось вновь встречаться с этим незваным гостем. Я даже дала ему смешную кликуху, чтобы немного преуменьшить страх от всего происходящего. А называла я его Джимми. Мне казалось, что если выбрать более абсурдное имя, то мне будет не так страшно. В конце концов, Джимми был не так уж и плох. Он не прикасался ко мне, не сидел у меня на груди, как часто бывает в кошмарах и сонных параличах других людей. Он просто стоял и смотрел. Конечно, это все еще было неприятно, но я была рада, что ничего не менялось, что все было довольно предсказуемо. И казалось, что ничего настолько страшного в этом уже и нет. Потом я случайно нашла одну фотографию. Когда убиралась, я заметила ее под стопкой каких-то бумаг. Это была фотография двух женщин, которые обнимались возле водопада. Я не узнала ни одну из этих женщин и предположила, что, вероятнее всего, эта фотография принадлежит бывшим жильцам. Я написала хозяину квартиры, можно ли как-то передать эту фотографию бывшему жильцам. И он мне дал номер девушки, которая раньше там проживала. Что очень странно, сначала он сказал, что у него нет ее номера, и вернуть он ее не сможет, и вообще посоветовала мне выкинуть эту фотографию. Но я была человеком честным и хотела ее вернуть. На второй звонок девушка все-таки ответила. Голос у нее был слегка взволнованным. Она спросила, кто ей звонит. Я, в свою очередь, представилась и сказала, что проживаю на данный момент в той самой квартире, где она жила. И говорю, что обнаружила фотографию, предположительно, вашу. Хочу ее вам вернуть, могу отправить по почте или как-то по-другому передать. На другом конце провода была долгая пауза. Я даже переспросила, слушает ли она вообще, что я говорю. Может, меня не слышно. И она ответила, цитирую, тебе нужно немедленно убираться из этой квартиры. Там небезопасно. Честно говоря, ничего ответить я сразу даже не могла. Я слегка посмеялась и спросила, это что, такая злая шутка? Я услышала, как она вздохнула. Она сказала, что все серьезно, и она не шутит. И спросила, пропадают ли у меня вещи. Я сказала, что да, и откуда вообще вы это знаете? Она сказала, что это случалось и с ней. Она с ее подругой давно заметили, что вещи в квартире стали перемещаться или исчезать, пока они спали. В основном это были мелочи, снеки, всякие бесценные безделушки, ничего серьезного и большого и ценного. Она говорит, что сама этого не видела, но ее подруга клянется, что однажды, когда она встала попить воды ночью, она увидела в гостиной стоящего голого мужчину, который просто смотрел на нее. Он был весь в язвах и ранах, и больше походил на труп, чем на живого человека. И подруга сразу же разбудила ее, и они вызвали полицию, но полиция ничего не нашла. Затем она сделала небольшую паузу, и сказала, что думает, что... И я начала переспрашивать, что, что, что ты думаешь? И она сказала, что ей кажется, что в квартире были призраки или нечто на это подобное. И вообще в этом всем доме. Они с подругой поспрашивали других жильцов этого дома, и, судя по всему, в этой квартире жил парень, который потом просто исчез, пропал без вести. И они с подругой предположили, что он умер, а дух как бы остался в квартире. И подруга этой девушки увлекалась оккультизмом. Она провела какой-то обряд, чтобы якобы освободить этого духа, но он никак не помог. И в конце концов они просто решили переехать. Я повесила трубку. Это было грубо с моей стороны. Конечно, но я просто была в таком шоке, что просто не знала, что мне делать. По крайней мере, я начала понимать, почему эта квартира досталась мне по такой дешевой цене. Какое-то время я просто сидела на диване в гостиной, выдыхая этот затхлый запах. Я тупо уставилась на картину, что висела на стене передо мной. Эта картина была там, когда я туда только въехала. На ней была изображена женщина в белом платье, сидящая под деревом, читающая книгу. Я не знаю, что именно заставило меня так сильно сосредоточиться на ней, ведь она не имела ни малейшего отношения к происходящему. Но, в конце концов, я вышла из этого состояния и пошла в свой так называемый кабинет. Немного покопавшись в интернете, я нашла информацию о возможном бывшем жильце, который здесь жил до этих девушек. Он действительно исчез. Вроде как один из его коллег с работы подал заявление в полицию о пропаже человека около шести месяцев назад. И там было его имя и фотография. Я аж вслух ахнула, когда увидела, что выглядит он в точности, как тот самый Джимми. Хотя он был не таким истощенным и грязным. Я быстро собрала все свои вещи и договорилась пожить несколько дней у друзей. Друзьям первое время мне было неловко рассказывать эту историю, поэтому я просто сказала им, что в моей квартире надо провести дезинфекцию от насекомых. А на работе я рассказала вообще душесчипательную историю о смерти дяди. Но это еще не конец истории. Дело в том, что когда я вернулась за вещами, я вдруг вновь уставилась на ту самую картину с девушкой. И что-то меня сподвигло ее снять. Я вдруг начала воображать, что дух как-то связан с этой картиной или что-то такое. Но то, что я увидела там дальше... В общем, на месте картины я увидела небольшое прямоугольное отверстие, где что-то в черных мешках лежало. Я сразу же вспомнила, что мужчина, что здесь проживал ранее, не был найден. Он пропал без вести. И вызвала полицию. Я выбежала из квартиры, позвонила в полицию. Мне уже тогда сразу все стало понятно. Полиция нашла тело того самого мужчины, разрезанное на много маленьких кусочков, помещенные в черные кульки, и замотанные скотчем. Такая вот история, дорогие друзья. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Спасибо большое всем, кто делится со мной своими историями. Если я еще не рассказала вашу, то расскажу ее очень скоро. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вы хотите больше таких видосов смотреть. Пишите комментарии. Также, если вы хотите какие-то другие видео видеть, я сейчас пытаюсь разобраться со своим временем. И мне кажется, я уже разобралась как раз. Нажимайте колокольчик обязательно. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я, как всегда, нато. Как всегда, вас очень люблю. Спасибо большое еще раз. Все. Всем пока-пока. Пока.